Мне нужно решить с вами, да, большинство зрителей у вас здесь, поэтому я хочу... Андрей Павлович, подождите, послушайте, я не могу орать, я к вечеру вожжи без голоса останусь, я целый день сегодня уже ору. Вы мне, вот правильно поймите, я сегодня пришел, хочу услышать, мы этот капремонт проводим или же мы его отменяем. Почему? Потому что мне фонд реформы ЖКХ нужно дать ответ, потому что вы уже издавление дали, в суд они будут тоже приглашены, суд будет, не будет, состоится, не состоится, у нас есть срок исполнения 1 сентября. Если те организации, которые заключили договор, они сейчас отпишут, что они не смогут исполнить, потому что у нас вопрос не решен, еще будем судиться. Если мы будем судиться, мы это будем еще 2-3 года судиться. Эти деньги у нас заберут и отдадут какому-то другому, Гугульменскому или Тодинскому району. И этот дом, вот на 2018-2019 год, в котором мы людям отписали, что вы его там, как мы их поменяем, вы правильно поймете, мы их не передвинем. И получается, что мы просто элементарно эти деньги отдадим в другой район и вообще ничего не сделаем. Я лучше предлагаю, что есть на сегодняшний день, какие виды работ озвучены, их нужно провести. Тем более, я же говорю, капремонт у вас получается 1 миллион 40 рублей, вы за сколько, 14 лет собрали, да? Из них Москва дает львиную долю, как говорится, на капремонт, Республика Татарстан дает, местный бюджет дает, и уже 5% средства населения, которые вы собирали, к ним еще аккумулировались деньги в соседних домах. Вот два вопроса. Либо мы его отменяем, либо мы его отменяем, еще раз говорю, либо мы его отменяем, либо мы проводим так, как есть. Я с юристами засоветовался, мне же хочется, чтобы в конце концов надо его эксплуатировать. Мы хорошо признаем, что управляющая компания в некоторых моментах, как говорится, подошла, допустим, формально, со сроками. Мы это признаем, я это в кисне пишу и прошу снять наш хай-тактаж 18 дом с капремонта, с программы и поднять эти денежные средства, в связи с тем, что мы к 1 сентябру не сможем выполнить этот эксплуатальный ремонт, так как идут с жителями судебные тяжбы и что они не согласны с этим видами работы. Поэтому президент 1 сентября, вот каждую субботу, завтра будет видеоконференция, на слайде я должен вам открыть и показать. По домам расписана динамика выполнения капитального ремонта. У нас стоит ноль. Пока мы с вами будем судиться, мы дойдем до сентября, до октября. И в итоге, как мы его исполним? Фасад, какой бы был мокрый или не мокрый, если даже вы хотите его покрасить, и в сентябре его делать никто не будет, не сможем мы его делать. Вы знаете, вот, ребята, вы так говорите, да, но у нас ведь мы, цель-то не такая, которая, раз вот те деньги, которые дали, да, любым способом освоить, да, мы их освоим. Я понимаю, что вы их освоите, проблем нет, я освою, я верю, что вы освоите, да, но мы дальше 40 лет будем продолжать жить в такой же ситуации. Какой? В аварии. Какой? Потому что фундамент вы не хотите ремонтировать, вы хотите закрыть только пеноплажер. По фундаменту, я сказал, сколько, покажите, сколько здесь срез по текущей собратьки. В двух квартирах на первой, на втором этаже трещина. Посад не хотите делать, вы это даже не хотите смотреть, потому что вот это идет по квартире, вот эта трещина, которая волоседуется. Которая волоседуется, просмотрели, то есть заложено. Заложен частично ремонт тех мест, которые там, как говорится, трещины есть. Они не волосяные, вот они через 70 сантиметров проходят. Вот они идут со стороны квартиры, вот ваши волосяные, да, вот они со стороны квартиры, и оттуда ветер будет. Я вам сейчас официально передаю, что либо мы капремонт проводим так, как он есть, потому что нам, нет, я бы с удовольствием вам поменял, вы мне правильно поймите, если, вот, я еще раз говорю, если управляющая компания в каких-то моментах прошла, провела это все формально, то мы документы, которые собрали, отдали в Казань, они же думают, что у нас все здесь, ну, как раз, нормально, и ждут от нас проведения капремонта. Если я сейчас пишу и говорю, что прошу вас это учесть, что мы не сможем выполнить, потому что с населением у нас есть немножко недопонимание. Прошу снять его с этого водоскапремонт. А на какой год он потом попадет, я не могу гарантировать вам. А почему вы не видите, одни виды работ на другие, вместо пенопласта? Нельзя, а вы покажите, а вы... Давайте я вам сейчас покажу. А почему вы не видите, там вы должны были согласовать с нами, вы не согласовали. Я вам еще раз говорю, что если мы уже не согласовали, если мы эти виды работ уже согласовали в Казани, мы сейчас здесь не сможем поменять. Сами мы его не поменяем, потому что... Мы тоже можем сроки отодвинуть, мы тоже можем. Отодвинуть срок мы тоже можем. Как вы отодвинете, как мы завершим, мокрые работы, как вы в сентябре, в октябре завершите? Это 15 сентября, начало, так что мы в сентябре сделаем. Вы просто подставите случай, понимаете, у них есть договора, в которых они в сентябре должны сдать. Если они в сентябре эту работу не сдадут, если они знают, что уже отстанут, во-первых, фонд реформа ЖКХ их оштрафует, они вот сегодня просто возьмут и расторг станет контракт. 890 тысяч рублей штраф. Давайте дальше закончим по посаду. Допустим, по ремонту, что в какой-то облиток, сколько на счастье пожара нет, да? Ремонт козырьков на балконе они нет. Есть? Усиление... Есть, да? Усиление... Над последним этажами. Усиление железнобетонов балконных плит. Они у нас разрушены, они на флагах на голову могут входить. Есть, есть ремонт. Есть. Они как, они под пенопластом останутся? Нет, и мы не закрываем пенопластом. Ремонт поднимут, усиление козырьков на входе в подъезд. Ремонт ограждения козырьков на входе в подъезд. Нет, а если на флагах, без пенопласта, если штукатурка, то вы будете делать что-то? Я вам говорю, что эти виды работ, если в эти вотки вошли, они просто делаются, там нервно сжатые, выполняющие. Мне надо достученых круп и станковышленных, чтобы никого не считать. У нас нет, у нас это... Это вкручено, все хорошо. Вкручено, просто хорошо.